Друзья, всем здорова, с вами дядя Сережа. И я нахожусь в Китае, город Санья. Но выпуск не об этом. Забыл банку. Сейчас с помощью протеинового коктейля Тубе мы телепортируемся в Ганку. Ребятки, ну что, мы отправились в наш Мишленовский ресторан, так называемый. Мы находимся в 650 метрах от нашего отельчика. И перед нами моя дорога. Как вам все, как Мишленовский ресторан. Даша, крут мастер, как надо. Я в майке, как тупой качок. И мы его, короче, круто живем. Круто живем. Гонконг очень дорогой город. Не каждый может себе его позволить. И мы сейчас пойдем есть какие-то интересные кельмешины. Ой, какие. Посмотрим, это вообще какая. Можно я туда еду? Буквально осталось чуть-чуть, и по пути думали над названием. Вот той рубрики, когда мы ходили, ели, критиковали какую-то еду или нахваливали ее. Это же была прекрасная рубрика. Потому что блогер должен снимать то, что ему нравится. А если ему нравится жрать, как нас, мы должны об этом снимать. Вот. Поэтому это будет с душой и красиво. И сегодня у нас стартует первый такой выпуск. Мы идем в Мишленовский ресторан. Начинаем с Мишленовского ресторана. Круто, да? Это прикольно. Потому что мы будем путешествовать в разных странах и в разных странах снимать такие обзоры. Это же классно. Но помните, что жир – это некрасиво. Еда должна все время учитываться. Ребятки, ну и что? Мы прибыли вон Дим Сун. Смотрите. Я вам показываю. Мы вбиваем ресторан Мишлен Гонконг. Да? Чтобы не было никакого обмана. И вот он. Он Дин Сун. Не знаю, как он сюда попал. На нем обозначения нет. Мы увидели это в Орле и Решке. И мне кажется, я люблю тебе еда. Одна из наших любимых передач. Поэтому мы сейчас отправимся туда. И одна из наших маленьких, не знаю, радостей, меч, целей исполнится. Мы пойдем и сожрем там пельмени какие-то. Помчали. Оп. Хелло. Тут у нас все на китайском. О-о-о. Хелло. Хелло. Смотри, вот здесь с картинками. Так, ну что, выбор небольшой. Поэтому мы смотрим. О, есть комбо. Дим Сун комбо. Ну, наверное, мы возьмем вот. Вот самое славице, типа, это пельмеши. Дим Сун. Китайские пельмени. Так, мы заполнили. Спасибо. Мы заполнили. Тут дают еще чаек. Чаек вкусный. Дали целый чайник с чайком. Так что, если у вас бабок нет, и у вас нет бабок на еду, вы можете просто посидеть, и сюда нет, и сюда нет чайка. Здесь не чайка, да. Мы заказали стынки. Сразу счет принесли. Мы заказали вот это, вот это. Мы заказали с креветочками. Мы заказали вот это. И мы заказали кремовую булку сливочную. Ждем. Время пошло. 12 минут. Это что, наши пельмеширы? О, это все наше сразу. Чисто прикольно делается. Thank you. На пару. Все на пару делается. Прикольно, быстро. За 10 минут. 10 минут, и все у нас. Это вкусная пельмешка. Очень вкусная пельмешка с тонким тестом и большим количеством начинки. Мне кажется, это со свининой. Пельмешка. Которая первая, самая классическая. Свининая? Да, вроде бы. Пельмешечка с креветкой. Также тает во рту. Такая она чуть-чуть резиновая. Такая у нее консистенция, что надо пожелать. Креветка сразу же чувствуется. Ну, чувствуется вот это тесто. Они сделаны, кстати, достаточно диетично, потому что они сделаны на пару. Вот в таких классических штучках, которые кладутся друг на друга. Парк проходит через них, и они приготавливаются. Кричонок. Вкусно. Вкусно. Реально вкусно. Да? Нравится. Мне нравится. Даже макать никуда не надо, если честно. Она сочная. Че-то это мясо. Мне тут по перебору с тесто. Со спецкой, солью. Да. Третья креветка. Ой, третья пельмешка. Вот этих по три. С зеленью. Ммм. Какими-то... Какими-то с луком, каким-то травами. Борж похожий на наш пельмер, что такое много... Только очень много в ней трав. Острах приправ. Острах приправ, потому что макнуло еще. Острах пряности. Пряности, да. Пряная трава. Очень вкусно. А вот это остренько? Да? Вот это остренько. Вот только ее дали макнуть чуть-чуть. Ну, кстати, прикольно. И все. Вроде бы еще должны принести шарики из картошки. Они обычно. Обычно и вкусно. И можно... Естественно. Естественно. И нет вот этого... У нас вареные пельмени. Там толстый слой теста. А здесь из-за того, что они на пару, они... Они, короче... Вот эта штука. Я надеюсь, что это десертная. Нет. Это какая-то полудесертная пельмени. Не чувствуется имбирь очень сильно. Имбирь, желатин. Какая-то желатиновая, имбирная, чуть сладкая штука. Да, но все горячая. Какая-то... Очень непонятная хрень. Не знаю как. Имбирь. Вообще-то почувствуешь имбирь прям. А, да. Она ароматная. Она просто ароматная. Ну, короче, эта пельменица такая странная на... Она странная на ощущение, но она ароматная очень, не природа. Ну, ладно. Я бы не стала больше заказать ее. Да, и мне она не понравилась. Но она зато выглядела как какие-то вкусные желатиновые штучки. Булочка, мягенькая. И мне... Горячая, сливочная начинка. Очень сладенькая. Напоминает. Даже не знаю, что напоминает. Вода это, что-то в ул. Как Лёшка сказал когда-то имени Лёнька на Стайландре, или Лёше, или Лёне, что они такие нежные, как грудь женщины. Я, правда, не ела, говорит, женщины. Очень вкусно. Ну, это самый вкусный тот, что внутри. Это очень сливочный вкус, нежный. Ты опять с бумагой? Даша Инфилип, это у меня поесть клетчаткой. Ребятки, пришли колобашки картофельные. Они, по идее, не десерты должны быть. Ничего себе, не горячен. О, они такие хрустящие. С кучей курдук. Горячие. До начинки я еще не добрался. Сладенький крем. Как яичко такое. Вот это все не сладкое, вот это тесто. А внутри, а внутри сливочная, сливочный какой-то крем. Это десерт. И прикольно в том, что ты сначала ешь его. И вот это тесто, оно не сладкое, такое, пресное. А внутри добираешься до сладенькой, вот такой, блин, вкуснятины, которая капает. Ммм, горячая. Только с ягодой. Очень вкусно. Да. Вкусно, да? Даже не с чем сравнить. Вообще, ни на что не похоже. Правда, ни на что не похоже, ребят. То есть, если вы уже такой достаточно долгий курман, да, и гастромические вкусы для нас уже абсолютно не являются никакими висками, то вот это, вот это. Интересно. Ну вот. Единственное, видно, что очень горячо. Да, надо чуть-чуть подождать. Горячо. Ну что, друзья, подведем итог. Обслуживаем достаточно быстро. Наши пельмеши, 5 блюд нам принесли сразу за 10 минут. Может быть, из-за того, что народу не так много, но 1 треть места здесь было заняно. 131 гонконгский долг, примерно 1000 рублей. Любой бюджетный турист может позволить себе поесть тут на несколько долларов, хотя бы просто пельмешек. И ощутить себя гурманом, наверное, небольшим. Короче, блин, прикольно. Нам понравилось. Так что смотрите, еще наши подобного плана. Обзоры. Наверное, мы сделаем... Но надо бы снимать выпуск. Это не важно. Но, наверное, мы, может быть, будем делать это отдельными выпусками. Это будет прикольно. Друзья, ну как вам эта рубрика? Пишите в комментариях. Если кто был в ресторане в этом Гонконге, тоже напишите. Кто знает об этой кухне, также пишите. Дядя Сережа все озвучат в следующих выпусках. И свои, может, какие-то, не знаю, пожелания для рубрики. Спасибо. Был с вами дядя Сережа. И пока. До новых встреч. Банку забыл. Субтитры сделал DimaTorzok